И еще об одной стройке. Долгострой в Красноярске скоро исчезнет с карты проблемных объектов. Работу возобновили в ТСЖ Ленинграде. 16-этажный жилой дом обещают достроить к концу зимы. Что осталось доделать, на стройплощадке побывала Альфия Еремеева. Плитка на полу, а штукатуренные стены, что еще? Все подъемли? Все, больше... Мы хотим поднять... Еще сделано электричество, но оно еще давно у нас. Все как с лета, наверное, стоит, так и стоит. На стройку, как на работу. Владельцы квартир в недостроенном доме приходят на площадку практически каждый день. Следят за ходом работ. Жилье в 16-этажной свечке на Ленинградской купили 139 человек. Многие дожидаются заселения в арендованных квартирах. Или как Ольга в частном секторе. Сначала мы, конечно, снимали. Потом, когда появился второй ребенок, платить ипотеку по 20 с лишним тысяч. И снимать жилье стало просто нереально. Потому что работал и работает до сих пор один супруг. За новое жилье дольщики отдали крупную сумму. Например, двухкомнатная квартира в этом доме стоила больше 4 миллионов рублей. Справить насилие в своих квартирах жильцы должны были еще в 2014 году. Тогда ничего не вызывало беспокойства. Стройка шла активно. Но в какой-то момент люди узнали, что сроки сдачи дома переносятся. И в итоге ожидание затянулось на долгих пять лет. По оценке нынешнего подрядчика, дом недостроен процентов на 20. Работу компания СУ-208 распланировала так, чтобы закончить основную часть в конце февраля. Нужно привести в порядок лестничные клетки, подъезды и общие коридоры. Установить радиаторы отопления. Обещают успеть в срок. Несмотря на четкие графики и уверенность, что подрядчик не подведет, в Министерстве строительства отметили, есть еще одна проблема. До сих пор нет исполнительной документации. То есть физически дом достроят в указанный срок. Но формально сдать в эксплуатацию смогут не скоро. Этот вопрос сейчас на контроле властей. Мы эту тему ведем, так сказать, физически. Мы знаем, какие конкретные поставки ожидаются. Какие конкретно подрядчики, какие конкретно работы выполнять будут. В какой конкретно день. Даже так. Вот график у меня там с красными пометками лежит на столе. Долгострой на Ленинградской не единственный, где проблему начали решать. Ожидается, что к концу февраля поменяют застройщика на грунтовой. Чуть позже, ориентировочно, в середине весны, появится подрядчик на других стройках в Красноярске и Сосновоборске.